добрый вечер здравствуйте мне приятный будет первый вопрос по 31 декабря вам же 45 и как вы это будете делать все никак я ненавижу новый год я ненавижу день рождения я не переношу до пяти лет наверное меня это радовало потом это была работа вы знаете есть такая присказка что ровно в полночь солушка превратилась тыкву но принцип уже не остановить первый кто про тыкву сказал не как про карету про золушку были вы в интервью 2007 года до газете труд вы сказали что в 35 лет золушка превращается в тыкву и с этим ничего не поделаешь ну имелось ввиду для людей вашего вашего ремесла прошло 11 лет хорошо я очень хорошо просто понимал как что знаете на удивление так как моя семья была далека от мира искусства в плане ну как бы нас окружали люди очень известные да вот вернее ту семью в которой я рос ее окружали известные люди потому что они приходили в гости они когда приезжали в листом я видел разных очень знаменитых очень великих и на не с некоторыми из них часто общался но дело не в этом у меня был вас была возможность смотреть на то как люди не понимают что они уже не интересны не актуальны а некоторые из них кичились потом был советский пантеон звезд да и я из школы вышел это рухнул советский союз и на эти вот был была переоценка ценности когда появилось звуковое кино когда звезды звукового кино вдруг вы резко их смела волна да вот то же самое происходило вот в тот период когда я вышел из школы а так получилось что так как я очень быстро стал известным артистом таким на гребне который был да и я очень как-то приглянулся маргарите эскин и она тогда была главой дома актеров она меня очень рано пригласила привлекла и я попал вот в это созвездие советского пантеона в гущу как бы на всяких праздниках новых годах ну и так далее и я за ними стал наблюдать а это все были мои кумиры это были люди которые от которых я когда-то там сходил с ума чита фотографии я вырезал и мне настолько было странно как все себя ведут как они ну потихонечку не оценивают уже не свой возраст не свое положение не свою актуальность что у меня вот была вот такая вот вот это все вот детство вот этот вот это становление юношества попадание в ну как бы в какую-то известность потом я стал очень быстро из самого начала самого самого начала я был артист который танцевал государственные визиты всегда и потому у меня самого детства когда еще в школе учился постоянно перед кем-то выступал из очень важных персон и потом уже в театре постоянно то у меня была другая как бы папка правильно сказать другой взгляд на вот я вижу там президента или королева в телевизоре вдруг вот они ко мне подходят после спектакля там я вижу какого-то депутата известного в телевизоре а он ко мне подходит ну допустим старого этого до царство небесное она регулярно ходила на мои спектакли если она оказывалась в москве и каждый раз заходила за кулис играла вам что-нибудь надо я чем-то вам могу помочь и только когда ее не стало вот когда пошли репортажа и и вот уходе я тогда только понял значимость этой женщины потому что я был молодой артист я был занят постоянно рептициями каким-то гастролями и вот вы понимаете когда ты вдруг понимаешь что все имеет финал а так выглядеть как некоторые смешно глупо мне очень не хотелось очень не хотелось и я себя вот с очень раннего возраста убеждал что карета превращается в тыкву что у всего есть свое время что есть у грузин есть очень хорошее выражение сезонис маймуни как бы сезонная обезьянка это как говоря говорили обычно о людях которые не по сезону одеты вот знаете когда ты вдруг зимой одеваешь летнюю вещь или летом одеваешь что-то ну чтобы просто показать достаток или но твоя твоя одежда не соответствует или твое поведение не соответствует действительности и вот мне вот этой сезонная обезьянка будет совсем не хотелось а так как люди среди которых я вырос до очень часто пренебрежительно говорили на разные такие фразочки у меня их очень много внутри и они как знаете как какой-то колокольчик очень часто звучат у меня в голове вот вдруг у меня мысли очень часто проносятся какие-то я сразу начинаю оценивать что так не хочу или так хочу или вот так бы мне не хотелось ну я понимаю что одно все имеет свой конец и слава богу наверное тогда было бы неинтересно жить если бы не было как леви себя не менялась что-то вот вы когда по-грузински говорили а потому что совершенно забыл на самом деле о том что цискоридзе грузин потому что русский язык для меня родной нет скорее ну просто он для меня родным для меня главным мой первый язык это украинский потому что няня была украинка я она говорит разговариваете я могу но не так бойко как это я делал в детстве но и потом у меня все-таки русский он вытеснил все языки думаете вы на каком на русском никогда не было по-другому потому что дома все говорили на русском отчим армянин ну как бы мы грузины няня украинка всем надо было как-то общаться потому нару ей учился в русской школе это было вызвало тогда когда меня отдавали в русскую школу в пбилиси очень большие нарекания но так как у мамы был свой план на мою жизнь что обязательно как все остальные я должен закончить мгл она объясняла что ну он должен учиться в русской школе пришел мгл учит на русском языке в мгл я не поступил я пошел другим путем вы кстати когда в школу вспоминали в одном из интервью рассказывали кривоногой уродливый своей одноклассницы которая потом стала критик нет она не моя одноклассница просто вы вместе учились нет не мы не вместе учились когда я учился это кривоногая дама была легендой среди педагогов как образец бездарности и блата что конечно можно так и они говорили я ее тогда не видел я не я ее увидел первый раз когда я уже стал артистом она стала критик с и потому что она была выпивающим примером убожество и блата потому что и из-за этой девочки свое время для того чтобы ее удержать в школе она была настолько бездарна и уродлива что это нельзя было сделать никак для нее придумали специализацию во всем советском союзе как бы учили два класса нормальных один класс назывался специализации это как бы что вы не можете их выпустить в балет но есть очень много коллективов с народными танцами с какими-то там пританцульками вот эти набирали целый класс он назывался ну все знали это но специализация а придумано это было для нее для того чтобы ее не выгнать из школы тоже родители потому что родители были артисты большого театра папа был очень таким но как бы он он был как как говорят я его никогда не я его не застал уже что он был очень красивым мужчиной и очень ну на тот момент известным педагогом по характерному танцу и они вот для нее это все придумали пробили в советском союзе и вот это вот специализация была не только в москве но и в петербурге в перми и так далее потому что вот надо было таких вот держать и потом когда я уже с ней встретился в жизни я был удивлен знаете вот я много раз об этом рассказывал в интервью понимаете там куда я попал в московское хореографическое училище это было главное учебное заведение страны это было самое важное заведение страны потому что там учились внучки генсеков до до меня постарше училась тани андропова царствие небесное к сожалению необыкновенной красоты девочкой ума образование и чуть-чуть младше меня училась потом ксюша вирганская горбачева которая ну вот сейчас очень известна как бан и редактор одного из журналов и девочка оказалась не только красавицы но еще и большой умницы потому что она очень вовремя поняла что ей надо пойти другой дорогой сделала очень как бы очень правильное образование потом получила но вот было несколько как бы слоев было слой вот этот политбюро да так скажем не только политбюро но там были номенклатурные дети были дети простые вот мы вот этот самый низ и были дети большого театра неприятные дети большого тем не знаете как они себя с нами вели как они на завышали в доме да это их дом это вообще все для них вы здесь и когда мы приходили в театр если эти люди попадали то они потом очень очень некрасиво часто с нами себя вели например а тот нот какой-нибудь пример что значит вам объясняли что я-то тут по праву а ты кто-то ты чернь ты никто а мы-то и потом еще понимаете мы же были одеты все по-разному сейчас мы все одеты примерно одинаково потому что есть возможность купить хотя бы паленые джинсы но очень похожие на настоящие а тогда это было дети номенклатурные были одеты очень шикарно дети большого театра были одеты вовсю вообще родители выезжали обижены и потому они одеты были очень модно и очень богато и мы которые были одеты во все это тряпье советское которое производилось вот так вот много и вот этот вот вот эта дамочка она как раз была из этих детей большого театра которая в какой-то момент стала писать статьи и постоянно вот тех вот и вот эту чернь закатывать в асфальт и особенно отыгрываться на тех своих как бы своего клана людях которые все-таки сволочи попали в большой театр и был один один раз она написала какую-то очередную гадость обо мне но такой несу свет но я был очень расстроен честно скажу было лето я бежал по лестнице большого театра и так падал свет знаете когда люди очень жарко в городе одеваются в сарафаны ну потому что жарко но спектакли то идут и вот стояла кучка этих как бы пишущих людей и так падал свет что эти сарафаны были практически просвечивающимся что ты видишь силуэт людей и тут я вот так вот сверху увидел в свете в этом их фигуры мне стало так легко я вам описать не могу ну во первых у меня слава богу господи мама с папой спасибо ну для моей профессии были идеальные способности идеальные пропорции вот все было как будто надо для вот этой профессии а тут я их увидеть так я стою вы мне в школе они всегда говорили педагоги как ну как не только мне всем нам как пример бездарности и блата и вот это смеет что-то сказать обо мне человек который своим трудом своими способностями поступил в эту школу закончил с красным дипломом попал большой театр не имея на это шанса в отличие вот от вот этого я буду расстраиваться нет и мне вот в ту секунду знаете вот как вот и причем что это так вот свет падает знаете как как вам просто показали картинку это было для меня большим уроком опять таки вот то о чем я вам говорил мне никогда не хотелось быть не на своем месте вот если я когда чувствовал что я что-то не могу вот что-то вот хоть немного в роли то что я делал а делал я это но слишком приличная тут же приходил знаете я этот спектакль больше исполнять не буду все время прошло спасибо надо вам я приготовлю кого хотите вот тут у того есть наилучшие способности тот может но тем не менее вот это кривоногая как вы называете критики с она слова во фразы складывает хорошо то есть она в своем ремесле достигла чего-то нет то есть это не англия это не америка это россия здесь нет критики здесь нет балетной критики театральной или нет критики вообще про телевизиону я знаю что я не нет нет критики вообще сейчас есть обозреватели на эти критики серьезные критики вообще театроведы балетоведы ну а те кто действительно не занимается профессии их осталось очень немного и они пишут книги для изданий нужно обязательно чтобы человек написал статью в том ключе который требует главный редактор не мне вам рассказывать как журналисту да и то что они пишут они хотят они так ставят слова чтобы кого-то задеть но что прекрасно в россии я тоже об этом говорил миллионы раз всем наплевать что написано в газете и чем хуже написано в газете тем больше привлекает внимание если вы в англии дадите плохую рецензию а сейчас у них вообще стало не сошли с ума они дают еще звездочки спектаклем рейдинг как можно хорошо но фильмом понятно как в спектакле можно дать звездочки но как можно дать звездочки полотну леонардо да винчи или микеланджело объясните мне ну вот там прекращаются продажи билетов потому что люди не пойдут они очень верят изданием хотя очень часто у них пишут просто люди которые ничего не смыслит в том о чем они пишут но у них есть репутация у изданий а у нас стране этого нет и никогда не будет в искусстве не будет ни как да вот так прям вот уверен почему прогнозы такое неблагодарное дело а потому что я вы знаете опять таки у меня нет иллюзия на помимо того что я артист балета я делал в том что я очень старый московский театрал в том момент ну кого до того как мы еще переехали уже учиться в москву да я постоянно посещал театр меня специально мама привозила всегда зимой и летом на большое время чтобы поводить по московским театрам она меня просто просто давала мне кругозор она ни к чему не приучала это было чисто вот и она с удовольствием сама со мной ходила а вот то что касается когда я стал уже с 13 лет ходить везде то я во первых всю эту публику знаю я знаю кто с кем дружит я знаю кто что пишет и я знаю что вызывала всегда восторг среди театральной публики на что она ориентировалась понимаете про меня написали такое количество гадости что если бы хоть как-то это могло бы и возыметь хоть какую-то какой-то смысл и толк то никогда никогда такого ажиотажа ни один мой выход бы не не сопровождал бы да потому как бы что они со мной не делали попасть на меня было невозможно самые дорогие билеты в большой театр были связаны только с моим именем за последние 25 лет потому как бы ну чё на них обращать внимание и потом крылов гениальная фраза без драки прослыть большие забияки понимаете а потом вот этот вот символ кривоногой уродины это очень приятно вот я когда каждый раз ее вижу я просто вы знаете вот как елей на сердце прямо вот честно для меня это но я вы не знаете что очень удивительно что ты ты существует и мне это было всегда очень интересно что человек существует знаю что и ненавидят тысячи тысячи людей может она питается этим а нет она свое эго бездарности восполняет тем что она свой пьедестал строить на этой ненависти смотрите она все-таки допел из того что великий тискоридзе нет велики тискоридзе говорила о человеке никогда не употребляя имя для того чтобы не делать рекламу это правильно когда последний раз вы были в тбилиси лет пять или шесть вы половиной где-то тоже по моему лет десять назад говоря о тбилиси вспомнили фразу из унесенных ветром что город для меня ничего не изменилось за эти 10 лет а как может измениться люди умерли вообще люди умерли ли я у люди были новые родились это совсем другое понимаете меня очень живо воспоминания о том амбиянсе которые меня окружал там да и каждый раз когда я попадаю я но невольно переживаю о том что этого нет я мне не хватает этого я в это возвращаюсь иногда во снах иногда каких-то воспоминаниях но потому что был вы не писать я жил в раю это был было детство я думаю что детство у многих людей очень счастливая не думаю что у всех но у многих а у меня был рай и мне туда возвращаться приятно я никогда не знал никаких конфликтов у нас дома была одна проблема одна я плохо ел все никаких проблем я не больше не знал я понимал что сейчас настает время и трапезы и это будет очередное на меня давление что я должен вот это съесть и это было моим горем сейчас я думаю господи какое было счастливое время почему мне никто не заставляет покушать я помню один из глаголов которые такие серебряные лоханки с черной икрой и тебя умоляли съесть бутерброд об этом во второй части обязательно поговорим потому что глагол пожрать вы несколько раз употребляли в других интервью и мне это очень понравилось во второй части мы об этом поговорим так вот насчет пожрать приходится ли себе в чем-то отказывать ну после 35 лет приходилось уже контролировать сколько ты ешь а после 40 ну не то я уже нет не танцую потому мне все равно но не хочу менять размер только поэтому мне больше ничего не волнует потому что жизнь животом просто не очень комфортно а все остальное мне безразлично по я пожалуйста пусть у как бы из вас эстетические аспекты не волнует все я дань физическому труду эстетическому аспекту я отдал я прожил в таком виде в котором пусть кто-нибудь достигнет все я могу делать что хочу я не хочу знать не про физкультуру не про спортзал и про занятия не про что вы часто повторяете что вы ленивые это воспринимается как какой-то но многие не верят в это потому что в принципе то чем вы занимаете подразумевает на самом деле работу без кампах а то это не работает а паха той раневская права это каторга в цветах но дело в том что когда я на это подписывался я же не подозревал что это будет так я был все-таки романтик в тот момент оказалось что то прид приходится ножками молоко взбивать для того чтобы получилось масло самое приятное занятие но когда вы для себя обнаружили что есть изнанка у вашего сразу почти где-то через года три-четыре когда детская эйфория прошла пошло взросление стало сложно но мама была настолько против моего решения на настолько была против моих желаний что я понял что я не хочу ей проигрывать и я должен просто доказать что не она права я прав у меня с ней всегда было если мама говорила что надо сделать так я ну точно я так не делал я был настолько не маминкиным сынком что она захотел быть захоронены билиси ну да и выбрану я сейчас что вы и повезли повезли что имелось витрах я повез потому что 94 год был шла война вообще тогда летала вернее а война только закончилась летал один самолет в сутки потому что не было топлива в грузии не ездили машины то что не на что было купить бензин газа не было света не было воды не горячей не было вообще было не дай бог никому понимаете когда вы вдруг попадаете в один из самых райских городов мира пышущий благополучием красотой и вдруг вы попадаете в пепелище когда разрушены здания когда не зажигали люди сидят со свечами постоянно из-за и свете свечу экономят когда в дом в котором все ломилось от достатка вдруг вам подают кипяток потому что просто нет заварки где на стен стены обиты шелком и арабесками сусальным золотом а нет горячей воды их нету заварки это страшно вы сидите на антиквариате фамильном 18 века все вокруг вас обстановка людовика 14 это это все очень неприятно было видеть я вот тот период вспоминаю очень 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 так тяжело и понимаете вот если бы в моей жизни каких-то таких не было контрастов то наверное бы я относился ко многому по-другому я просто знаю что такое нищета я знаю что такое последствия слава богу войну я просто вот увидел чуть-чуть издалека что она имеется ввиду в абхазии но а почему в она в грузии была ведь там же один режим сменялась нос сметался другим и там на руставели были бомбежки дом правительства был полностью почти сожжен но и так далее там полу проспекты но это все было очень трагично сейчас очень много про 90 и говорят с одной стороны это было время возможностей с другой стороны это было у меня был не тот возраст для кого в котором возможности были у тех кому было от 25 лет и выше а мне было в тот момент в семнадцать для юных не было никаких возможностей но в моей профессии просто возможность была в том что мне просто очень повезло если бы я пришел чуть раньше конечно я бы так быстро не взлетел вот мне повезло что в моей профессии была возможность передо мной все смели те кто долго ждал место под солнцем они убежали потому что открылись границы и все так мечтали в эту америчку в америчку в америчку что они в эту америчку попали растворились кто в германию конечно потому что всем так хотелось этой колбасы вот наелись они колбасы и ничего не получив за это взамен а вот мое поколение она как-то у нас несколько человек то моментально выстрелила потому что перед нами не было пусто вы один из немногих если сказать что единственных социально значимых кто обратил внимание на вот это изобилие в америке в супермаркетах продуктовая которая для советского человека было просто с носящим крышу про вкус овощей и фруктов но я же вырос на кавказе да я же по-другому вы поймите вы за приходите домой со школы вас стоит ведро клубники ведро персиков ведро черешни белый ведро белый черешни черный там несколько ведер тут и вы я думаю что не все знают что тут она шелковица до разного цвета и так далее и у вас все это настоящий и завтра все новое опять ведрами потому что вчерашние никто сегодня не ест никто не приносил килограммчик приносила же да ну вдруг вы видите такое я когда увидел эту клубнику я к ней кинулся она пластмасса несъедобная вообще несъедобная черешню просто а виноград ну это смешно ну и кондитерские изделия совершенно не те которые у них нет а в японии до японии очень вкусные кондитерские изделия любите обману и в этом тоже приходит себе отказывать сладками или нет сладком не отказываетесь просто когда вот 35 лет как-то исполнилось и я стал вдруг резко поправляться я отодвинул сахар и все сладкое скажи не хочу и как-то я ем но не так часто как раньше что раньше я мог просто есть только сладкое вы знаете в одном из интервью меня обратил внимание на никогда не задумался об этом что в грузинских танцах мужчины никогда не наклоняют вообще нет пока тут это только только женщина как же вот балетные вы же должны просто в пол но пони но понимаете это же я же говорил о грузинской культуре а балет это совсем другой нет ну в пол тоже я никогда не кланялся ни перед кем но просто другое дело что это определяет очень сильно характер и противников они должны все-таки иногда учитывать что генетические особенности организма они все равно так или иначе сработают по крайней мере я как человек опять-таки из кавказа выросший много конфессиональном многонациональном городе очень хорошо понимаю с кем имею дело вам когда-нибудь прилетала за то что вы грузин самого начала да вот это вот кривоногая критика с о которой мы с вами говорили она одна из первых в момент страшнейший момент войны в 2008 году с грузии кто написала об этом в одном из ведущих изданий и делала это целенаправленно вы понимаете одно дело когда это в школе было в коридоре а когда это делается в одной из центральных газет и это омерзительно я считаю что этого человека должны были после этого выгнать отовсюду никогда никуда не впускать потому что есть вещи в этом государстве не могут быть потому что россия много национальное много конфессиональное государство а я своим трудом и своим извините способностями доказал свое право на место под солнцем про труд и проект про лень один из ветеранов большого про вас говорил не публично и в приватной беседе что вы первый из великих кто сочковал на репетициях что все звезды 60-х 70-х они себя просто вот уничтожали на репетициях а цискоридзе говорил что я буду свои суставы как бы калечить когда будет спектакль я вот это все вот исполнил зачем я буду делать это на репетиции соответствует знаете есть очень хорошая легенда знаменитая есть балет легенда о любви где мая михауна плесецкой танцевала одну из главных ролей махмены бану и там смысл такой что принцесса 1 отдает красоту за здоровье своей сестры и два акта дальнейших она танцует в повязке в такой и каждый раз когда уже шли там сценические репетиции и грилм моих мальчика когда вы оденете полностью костюм лучше я один раз вдохнусь на сцене вы знаете когда вам дано больше чем всем остальным вместе взятым вы прекрасно понимаете как вы можете этим распоряжаться вот всем надо было сидеть на шпагате и все приходили сидели часами гнули сделали гимнастику я у меня всегда в сумочке был кроссфорд я приходил садился сразу но я сейчас вам себя на шпагат я шесть лет не делаю ничего и решал кроссфорды я не никогда не растягивался для того чтобы сесть на шпагат так природа сделала найти другим надо ломать подъема он у меня вот такой надо бороться за друг другое дело что мне ну как бы вот к этому всему мне не было дано только одно выносливость потому я пахал так как не снилось никому потому что если я не дотягивал подъем это было видно потому что у других его и так не было у меня-то он есть если я не до раскрывал ноги до конца до то это было опять таки видно потому что другие как бы они ни старались они так раскрыть не могли войти но когда я понимал что это лишнее я никогда это не делал я вообще не люблю делать ничего ну что мне не доставляет удовольствие почему я говорю что я ленивый я человек режима вот надо я сделаю если я знаю что не надо мне никто не заставит это сделать и ничего не заставит скажите вот какая ситуация с балетом допустим что касается спорта то видно что нынешние достижения они там на порядок превосходит то что делалось в 60-х 70-х смысле техники в смысле там в разных амплитуд в балете то же самое сейчас но есть как бы люди которые наверное с точки зрения амплитуды могут сделать многие вещи но уже понятно после надежды павлова и меня изменился критерий ну как бы отсчета нуля да потому что когда меня привели первый раз ленинградское училище от меня привезли восемь шесть седьмом году просматриваться и педагоги сказали что мы такого никогда не видели мы возьмем для эксперимента ну сейчас много таких детей приходит просто педагогов не на всех находится в моем случае было удачное сочетание природы я попал гениальным гениальным действительно профессорам которые сумели это научить в московскую школу а вот что касается чем отличается искусство от спорта в спорте важно уровень там перепрыгнуть пробежать секунды балете балет это искусство в этом нету потому здесь в первую очередь важно впечатление к сожалению русский театр который да вот русский драматический театр он очень сильно давлеет над всем русским искусством русский психологический театр и наш балет он был ценен не только трюками он был ценен спектаклями он был ценен ролями а когда у человека нет роли говорить не о чем почему последнее время никто не говорит о ни о каких фамилиях в балете а потому что ролей нет нет событий вы приходите вы видите ой хорошо прыгнул а человек не запоминается это как вот пластмассовая клубника который мы с вами говорили потому что вы что первое помните вкус запах какое-то ощущение а искусство дает именно да там я миллион картин видел я посетил такое количество музеев но 56 у меня вот перед глазами стоит всегда и мое от этого первое впечатление то же самое и в театре но к сожалению рыба гниет с головы с двухтысячных годов искусство попало в руки менеджеров они привели искусство на сегодняшний день к нулю потому что им не выгоден из институт звезд потому что звездами управлять очень сложно надо быть равнозначным а когда тебе все к любой человек может сказать подождите кто и вас здесь не стояла это очень сложно потому они создали систему где каждый человек заменяем потому что они хотят быть звездами и если вы заметите то в советском союзе вы не знали кто был директором большого театра их ну был какой-то человек он был партийный идейный но его фамилии никто не знал и большой список это неплохие люди это очень важные люди которые сделали очень много хорошего а сейчас название театра имя директора вы считаете что это делается осознанно это осознанно это целый клан работает на это много лет но потому что средства так уводить легче так зачем платить народному артисту кирилл ранее первый раз извините первый раз это у меня был шок у меня была травма я танцевал ну как бы не мог мне нельзя было еще прыгать но я уже ходил заниматься и уже восстанавливался и в спящей красавице есть роль феи карабос ее исполняют всегда мужчины потому что вообще в балете всегда комических старух их исполняют мужчины и я пришел и попросил там нет прыжков я попросила исполнить эту роль чтобы просто узнаете застоя не было мне хотелось заниматься творчеством и много естественным там своими званиями я надавил конечно я это исполнил а когда кто-то вот я услышал от разговора я просто похолодел когда значит заведующий труппой тогда на тот момент был мой коллега который эту роль исполнял он не мог ее исполнять по не по к своему экстерьеру не по своему амплуа но благодаря тому что он прорвался вот в руководители он это захватил и вот кто-то могут отчеты кольки не дашь типа ну ты же видел что какой вообще ажиотаж бомбит вдруг вывод чтобы я за эти деньги позволил ему делать такую ерунду а он не мог смириться с тем что ему платят допустим 220 а мне десятку и ему в голову не приходило что рану весовая категория я когда это вот в первый раз я тогда задумался о том что люди которые составляют афишу они руководствуются не важностью художественной составляющей а важностью прежде всего финансовой потому что они они лучше заплатят себе вот и все логично ну нет это логично но просто я вам говорил о том идеальном театре который создал императорская россия которая поддерживала советская россия до советский союз что искусство стояла во главе вы когда травму уплюнули я вспомнил что леп у меня рассказывал что у него определенные зажимы он на тех сценах на которых получал травму он на них не может выходить по штане у него ассоциируется с той болью которую меня вверх более никогда не было ниже еще раз мы вот тот дядя которого говорил что цискоридзе не невысокий болевой порог мне когда у всех уже оторвало и все и они не могут я еще бегу и не чувствую хорошо когда вы в авто катастрофу попали то тоже не было никакой боли я возвернулся очень быстро ничего страшного очень быстро через сколько через месяц я уже вовсю танцевал это значит мы не про ту на авто катастрофу меня в одной был это был был тот период когда бы вы были в ведущем телевизионного проекта который назывался взгляд для азару любимого и вы были со ведущим любимого выводить телевизион телевизионный ведущим моя была премьера на телевидении да я с даже здесь стартану ну вот если в дни это авто катастрофа возможно бы мне проект остался бы его и выводить или ведущий господь бог меня остановил а вы считаете что это хорошо что я не знаю но в моей жизни было много раз когда я хотел свинтить с основной дорожки меня останавливали пример какой-нибудь конкретным ну даже та же травма которая со мной случилось я очень уже как лыжи у меня были туда на телевидении это не не на телевидении куда меня были далеко на мыль на и меня остановили ну куда нам или на тоже какая разница это все сослагательное наклонение это не произошло я остался звездой большого театра пример вернее премьером большого театра многие говорят что вы последняя звезда большого театра это вы знаете наверное в массовом сознании конечно так и есть потому что знаете что самое ценное я думаю в артистической карьере когда вспоминают фамилию и тут же вас встает какой-то ряд событий связаны с этим человеком роли конкретно театр фильмы там жанр моментально да слава богу вот как-то в моя жизнь в театре сложилось так что при упоминании моего имени никому не надо объяснять из какого жанра я чем я занимался что я делал ли делаю это это очень дорогого стоит и в россии это не покупается никакие критики это никогда не сделают никакие фотосессии это сарафанное радио должно работать вот вот российский менталитет он так устроен и мне повезло но он так и работает на самом деле у нас сейчас очень каждый второй или третий телекране это звезда а вот человек с таким шайнингом из такой харизмы как у вас встречается крайне редко я считаю что мне сегодня повезло что вы были спасибо большое огромное спасибо совершенно как в америке аминет абсолютно искренне спасибо большое